Мы с вами собираемся, чтобы открыть способы уйти от говорящей головы. И поэтому первая заповедь, которая у нас была, это включить все микрофоны. Упражнение из пионерского детства «Зеркало». Это проверка взаимопонимания. Договорите. Предлагаю такой знак. Потому что я могу только такой. Так, ребята. Миш, можешь еще раз? Что происходит? Что происходит? А теперь пионер. Так, Марина у нас вот такое, да? Уже поза загорающего. Счастливых отдыхающих. И тогда всем будет видно, команда в одной позе находится, то есть это зеркало или нет. Такое задание. Медленное чтение. На самом деле медленное чтение. Но чтобы смысл не пропал, чтобы история не рассыпалась. В школах детей мучают скоростью чтения. Как только им объявляешь конкурс на медленное чтение, все двоечники, все, кто плохо читает, а нет. Можно, нет, можно, нет. И вот у нас отрывок из сказки об Иване Царевиче и Сером Волке. На самом деле это сверхвиртуозное чтение. И они спокойно начинают действительно его отрабатывать. Желающий прочитает нам обычной скоростью. На третью ночь отправился Иван Царевич в сад по очереди ворости речь. Под яблоней он притаился. И он завидит Иван Царевич. Так, 19 секунд. Желающий попробуйте прочитать, чтобы у вас было больше, чем 16 секунд, больше, чем 19 секунд. Но смысл при этом, чтобы не исчез. Кто хочет попробовать? Давайте я могу попробовать. Слушателям приготовьте ручку, приготовьте бумагу. Я-то буду засекать время. Вера будет читать. А ваша задача записать, какие вы услышите приемы, которые ей позволят больше секунд занять и так, чтобы история не рассыпалась. На третью ночь отправился Иван Царевич в сад. Здесь под вопросом, то ли засчитывать, то ли нет, потому что вы разрывали текст. И что же видит Иван Царевич? Если мы все так бы говорили, разрывая фразу, то смысл быстро теряется. Психологическая пауза. Если у нас большая пауза, и если мы начнем с той же ноты, то тогда текст рассыпется. Можно попробовать? Пожалуйста, Марина. Все слушатели, возьмите ручки и как только услышите какой-нибудь прием, который способствует появлению новых секунд, то его под запись пишите. Итак, Марина, начинайте. На третью ночь отправился Иван Царевич в сад по очереди ворости речь. Под яблонями он притаился, сидел не шевеляя. Вам нужно по сигналу, приготовились, пожалуйста, разойтись по своим коморкам и начать устанавливать рекорды. Для этого один чтец, он читает, другой готовит секундомер. Значит, супер приготовил секундомер и подсказывает, какие приемы. Если чтец читал так, что история не разрушилась, то вы сообщаете ему его рекорд. Минимум две пробы сделал Кали, чтобы у вас было из чего выбирать рекордное время. Готовились? Пожалуйста. Отправился Иван Царевич в сад по очереди ворости речь. Под яблоней он притаился, сидел шевеляясь. И вот, когда настала глухая полночь, как будто полночь. И вот, когда настала глухая полночь. Сейчас скажу. Получилось больше 7, здесь у меня получилось. Все встали. Ну, просто время для установления своих личных рекордов завершено. Сейчас начинаем с того, что все встают. Кто хочет, может облокотиться на спинку стула, либо просто стоять. Если не видно вашей головы, ничего страшного. Исходный вариант нормального чтения 20 секунд. Итак, сядут те, у кого до 20 секунд включительно. Ну, давайте. Сядут те, у кого до минуты 2 секунды включительно. Так, подождите. Тогда двое осталось. Марата и Дмитрия остались, да. Так, хорошо. Дмитрия и Марата, пожалуйста, передвиньте, у кого получается. Сначала галерея и сделайте режим докладчик. Все включите камеры. Мы сейчас все будем проверять подтверждение их показателей. Начинаем мы с меньшего результата. Когда мы слушаем, как другие, не как учитель показывает, что такое выразительное чтение. А когда сами, тогда же это гораздо интереснее. Ну вот, и потом тогда учительница там по списку вызывает кого-то. Ну, представляете, вас вызвали у доски. Ну, это же как-то неинтересно и действительно страшно. А тут мы, значит, не на оценку, а на подтверждение. Вы же уже рекорд поставили. Теперь нужно подтвердить. На третью ночь отправился Иван Царевич в сад. По очереди. Помедленнее растягивай. Костеречь. Повел о ней. Он притаился. Сидел, не шевелясь. Прилежно. 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 И не дремал. И не дремал. И тяни гласные. Растягивай гласные и соединяй слова. И волн. Волн. Когда настал. Когда настал. Медленнее. Глухая полночь. И не дремал. Сад. Весь. Сад весь. Облеснула. Облеснула. Молнии. Как будто. Молнии. И что же видит Иван? Иван. Царевич Иван. Так. Ну в конце уснул. Итак, судьи, покажите, пожалуйста, ваше мнение. История сохранилась или она рассыпалась? Большинство показывает, засчитываем, значит, засчитываем. А можно снести? Да. Пожалуйста, снести. А можно вылезти? Да, можно. И золотые правила социо-игровой педагогики, которую, собственно говоря, нам нужно научиться переводить в режим онлайн. Первое – это движение. Чем меньше движения, тем больше стандартных, скучных, серых лекций. Второе – это смена ролей, мизансцен, заданий, всего и вся. И третье – это работа в малых группах.